Автомобильная авария, в которой погибли 5 человек, произошла 12 ноября около 17 часов на 328-м километре автодороги М9 в Нелидовском городском округе. Легковой автомобиль «Форд», находясь на встречной полосе, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Имеются пострадавшие, в том числе дети. Нелидовской межрайной прокуратурой контролируется установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. На месте работали сотрудники ГИБДД МЧС, представители Следственного комитета и прокуратуры. По факту смертельной аварии Нелидовским межрайным следственным отделом регионального СК организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Координацию деятельности правоохранительных органов на месте смертельной аварии осуществляла исполняющая обязанности Нелидовского межрайного прокурора Оксана Мозалева. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Тверской области получили информацию, что в Твери, в одной из квартир по проспекту Чайковского, действует наркопритон. 30-летний хозяин квартиры систематически за вознаграждение предоставлял свое жилье для употребления наркотиков. На момент визита оперативников хозяин квартиры и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает срок до 4 лет лишения свободы. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную Дню сотрудника органов внутренних дел. Глава МВД России отметил, что сегодня в условиях непростой оперативной обстановки многое делается для обеспечения законности и правопорядка в стране. Выполняются крайне ответственные задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории новых субъектов и других приграничных регионов. Предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений. Выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп, их пособников, провокаторов и экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Должен сказать, что во всех регионах личный состав действует профессионально и наступательно. На фоне внешних и внутренних угроз национальной безопасности, развязанной против России гибридной войны, на полицию возлагается не только важнейшая функция борьбы с преступностью, но и поддержание общественно-политической стабильности.